Доброе утро всем смотрящим этот ролик друзья мы заехали сейчас забрать кое-какой инструмент В кузове полностью бардак инструмент с прошлого объекта не перебрат но сейчас приедем на новый там как бы за одной порядке все наведем Надо погрузить сейчас стол надо погрузить сейчас слэп каттер ну короче вот эту систему для резких Вот я постоянно мне надо наклонять камеру надо что-то со стабилизатором посмотреть как он регулируется А то она вечно пытается в небо посмотреть эта камера Так что там еще отсюда надо короче сейчас забираем все что нам отсюда надо И едем на новый объект там начинаем устраиваться то есть нам надо там инструменты разложить план работ составить Ну такое знаете вот это вот начало начало начал а в кузове его бардак бардачный грузимся Итак господа и дамы мы на объекте значит здесь вот такая вот плитка метр двадцать на метр двадцать и вот это обрез не наш мы еще ничего не начинали мы только занесли материалы и проблема в том что когда пытаются резать эту плитку смотрите как хаотично она волнистое красиво лопается и я это видел когда я приезжал смотреть на этот объект я это видел то есть даже на плиткорезе когда проводят там полосу на сигмовском метр двадцать 20 плиткорез как у меня только на метр двадцать делают срез и вот такой вот происходит хаотичный слом То есть и как не пытаются люди с этой плиткой работать она ломается мое предположение что это стол кривой у них но как стол два ведра вот их был стол возможно из-за этого но напряжение большое А здесь мы будем делать steam shower то есть это душевая в которой будет подаваться горячий пар там наподобие сауны такое знаете здесь должна быть самая лучшая гидроизоляция поэтому здесь мы будем ставить полностью шлюдеровские листы гидроизолировать там поддон делать ну в общем все по уму с потолка вот этот вот гипсокартон который они прикрутили снимем поставим сюда цементборд потому что на потолок мы тоже клеим плитку а вот клеить плитку на потолок на гипсокартон я бы не стал не знаю почему они решили это делать плюс вот здесь вот такая будет ванна уже все загидроизолировано вот и сюда тоже плитка с дизайном здесь по центру будут мозаичные полосы здесь все углы где есть углы какие-то они будут делаться на 45 градусов здесь надо стелить полы плитку на пол с которой в принципе мы и начнем но первоначально конечно мы начнем с закупа правильных материалов чтобы зашить все это пространство подготовить его вот такая вот работа то есть сейчас я покажу ту часть работы которую они уже сделали и хотят ее хотят закончить посмотрев как у меня будет получаться пилить плитку ну короче не хотят отдавать работу это я понимаю прекрасно лишние деньги вот опять полная темнота камера я вижу вроде бы как снимает нормально видите вот здесь вот здесь будет так мозаика плиты уже сюда сюда квадратные как как-то срезали поставили более-менее там угол тоже вырезали но вот этот когда пытаются вырезать угол вот сюда вот ничего не выходит просто лопается и все и ничего не получается в общем из-за этого эту работу попросили сделать меня чего у нас с этого получится тень по я просто 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 тень моя что у нас этого получится мы узнаем вот но сейчас попробуем резануть плитку посмотрим как она себя ведет я единственное не могу найти кое-что из своего инструмента для ее залома этой плитки на сухую и даже не знаю как сейчас что делать ехать где он где-то в гараже остался кучу инструмента привезли провел такую быструю легкую ревизию и не вижу кое-каких кое-каких своих запчастей так скажем так что нам предстоит похоже опять ехать в гараж так ну что господа и дамы попробовали мы резануть один слэпчик с помощью vd-40 и вот такой вот ролики линейки вот этой штуки и у нас получилось почти то есть в каком-то месте в любом как бы случае пошел а где этот сломанный кусок а вон с той стороны слева стоит да пошел скол в скол опять вот этот волнистый хаотичный и непредсказуемый вот он вот видите вот она и тут вот видно даже и тут дальше трещину вот 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 такой вот вот скол вот такая вот волна пошла при этом полностью все в дешечка все прорезано все хорошо но это произошло сейчас я мы съездили за вот этой системой для слэбов ролик вот этот забыли кареточку все привезли а вот за этой штучкой пришлось ехать сейчас опять vd-40 и вот с помощью вот этой штуки попробуем отрезать большой кусок то есть когда эту плитку располовинишь она в принципе начинает работать резаться но когда ты пытаешься вот большой кусок раскроить вот вся проблема как нам сказал здесь прораб который этот объект по идее его ну плитку должен был делать его человек то вся проблема именно в том что когда ты большой слэб краишь он лопается я предполагал что это из-за того что у них там ну кривая поверхность на которой они работают то есть слэб изначально там у него есть куда-то там давление перекосы они там начинают резать и он лопается под своим весом но сейчас у нас это все лежит на выставленном по уровню столе никаких перекосов перепадов нету мы попробовали отрезать и произошло то же самое я единственный вариант знаю который помогает в таких случаях это вот когда ты прыскать в vd-40 водой на рубе на метр двадцать станке они тоже резали тоже ты только начинаешь там до середины еще не доводишь и вот это вот именно волнистый слом который идет вообще непонятно как он может как поросячий хвост просто идти то есть ну совсем все плохо в общем последняя попытка мы сейчас пробуем отрезать все это опять-таки с vd-40 с помощью вот этой каретки и если нет то скорее всего мы этот объем делать не будем будут менять плитку клиенту объяснять что это так не работает ну и так как изначально этот объем взят другим человеком то он тогда и с другой плиткой соответственно легко с этим справиться и будет это все делать мы же займемся полами на первом этаже в этом доме потому что полы это мой проект мой объект а это мы будем делать только в том случае если мы сможем резать эту плитку так как ну не получается у них но здесь уже 90 процентов дело в плитке они в руках хотя ну продают же эту плитку во флор декоре покупают же и люди кто-то же ее и мрежет ладно пробуем внутренний брак производства но не может плитков и малейшими просто просто бог просто сбоку не все но здесь он в боку так заворачивается закручивается и ломается вообще не пойди совсем все плохо и обычно когда в боку тебя на порцелане помогает что спрыснул выдержки прорезал да новая новая сейчас попробую сейчас надо выстрелить отрезал пальцы или ожог был на руке и пересаживали кожу соответственно задницы пересадили на ладони у него теперь на большом пальце волосы растут что я могу тебе сказать вариант неплохой это шумлин есть смысл прислушаться к совету так ну что пробую ВДшечка здесь где-то готовы в за раз без остановки как потрескивает прямо вот только в тебе теперь вопросик в том как он себя полегает на слом присоска у нас с собой только одна можно было бы двумя присосками попробовать обломать агрегат агрегат ну что делаем ваши ставки я удобаюсь честно если он сломается то да это не вариант с этим материалом смотрите что происходит вот он слом и все и ушел хотя прорез очень хороший потрескивает все как бы ну все прорезано в дешечке вспрыснуто ролик этот фактически новый моим слой бы не резали и не режется этот лист не режется он говорит что на три на три листа максимум можно один порезать потом обязательно два ломаются и вот мы уже два второй пытаемся резать и он сломался и ну так работать это по идее никакого материала не хватит да и нервов тоже и нервов тоже а там такие вот посмотрите да как что нам надо по идее резать какие у нас тут подрезочки здесь вот оно окно да и здесь здесь вот надо без стыка цельный вот такой вот уголочек тонкий вырезать а здесь еще потом на 45 градусов это все зарезать в общем это что-то уже сродни какой-то фантастики сейчас буду звонить саша говорит что в принципе я не могу помочь с этой плиткой хотя почему-то как бы это самоуверенно не звучало думали что справимся я думал что на нормальном столе нормальным оборудованием будет резаться а нет не режется последняя попытка попробуем это отрезать этой пилой они говорят что тоже так же уходит скол там в каком-то моменте в неизвестную сторону сейчас попробуем посмотрим что получится так как диск у нас стоит и на воду и на сухую как бы резку можно мы ее за два-три раза сейчас попробую сначала насечку и в общем прорезать ее прорежется не прорежется на сухую посмотрим вот смотрите как это выглядит так и 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 сталкивался с порцеланом который колется но но не так такое вижу впервые ну что друзья инструмент весь погрузили обратно такой вот у нас день приехали разложились попробовали обделались сложились уехали из-за этого кабину неудобно перед сашей он такой недовольный говорит что мол так не делается давайте-ка приезжайте будем на разбор полетов делать и без каких-либо вариантов как-то нам отказаться от этого сказал что едем сейчас в какой-то ресторан он будет нас кормить завтраком вот такой рабочий день у нас на сегодня мы бы с удовольствием поехали занялись бы какими-то другими делами но так как чувствуем себя немножечко перед сашкой виноватыми отказать ему в этом суровом его наказание не можем поэтому придется нам ехать в итальянский какой-то ресторан кушать устрицы и улитки вот как тебе такая рабочая схема я уже задумывается о том чтобы домой возвращаться здесь все плохо как-то не по-человечески не по-людски да уже прижимают слышишь тут еще месяца не нахожусь уже прижимаю да ну такая вот якобы свободная страна что делать хочешь не хочешь а приходится есть улиток ладно погнали а так у нас выходной 31 декабря привели на дамбу гувера ребят на мосту стоим в ох мощь конечно но так все сжимается пятая точка так что ложным лом перекусить можно ну или орехи грецкие наколоть не знаю передает ли камера но очень высоко очень красиво вчера были на дамбе а сегодня приехали едем в сторону долины смерти почти доехали но увидели здесь такое место интересная парковка много машины люди вот поднимаются наверх куда-то на гору откуда такая извилистый извилистый подъем и там смотровая ну наверное тоже на горы на долину какую-нибудь сейчас поднимемся и посмотрим насколько там все красиво а место притягивает творческих людей вот девушка стоит там разложила мольберт рисует пейзаж срисовывает вот с этих гор но это мы еще не наверху слева вид на какие-то желтые горы такие пейзажи открываются чуть повыше но это еще не самый верх а 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 но все еду домой они забрали на опыт и так сказать сдал в поликлинику но опыты Ой, ты здесь Слушай, после камеры что-то как-то телефон плохо снимает Прям вижу картинку, что какая-то она мутная Что-то не то, да? Что-то не то, да, уже Ну как ты, в порядке? Просканировали тебя? Что говорят, мозг есть? Обнаружен? Наверное, да Наверное, да Ладно, это у нас все связано с ее аллергией Делали снимок головы Как бы там ухо горлоноса, там перегородки и так далее Чтобы понять, требуется ли, возможно, какая-то операция по исправлению, искривлению, перегородки Которая, оказывается, тоже может вызывать аллергические реакции О как! В общем, так, между делом, между работами и отдыхами еще и пытаемся лечиться А бабуське мы уже сами сняли швы Ушко его зажило Сейчас идем с ним на улицу гулять А то он сидит, ждет, пока я видео домонтирую Вот, 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 все, 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 все Все, друзья, всем пока-пока Берегите себя, своих близких, свое здоровье Будьте добрее друг к другу Увидимся в следующем ролике Да, не забудьте подписаться, если еще этого не сделали Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok